сегодня у нас очередное видео это рецепт рецепт пресловутой куриной грудки блюдо на чередование наверное на атаку не подойдет потому что мы будем использовать кунжутные семечки арахисовую пасту в процессе расскажу если вы хотите на чередование использовать просто тоже ну что-то вы не будете добавлять значит напомню что на диете дюкана лёша похудел на пятьдесят три килограмма за два с половиной года сейчас как мы питаемся и что у нас происходит смотрите видео мы выпустили предыдущие ссылку оставит лишь под описанием но я в общем то уже начала резать куриную грудку поэтому она мне кусками забыла что рецепт вам снимать куриная грудка количество любое хотите на большую компанию приготовить у меня здесь одна большая куриная грудка дальше соевый соус обязательно кукурузный крахмал не обязательно арахисовая паста или арахис и приправы соль перец у меня здесь грузинская приправа сухой чеснок красный перец сванская соль мне немножко остатки если хотите добавить можете имбирь более острое сделать жгучий красный перец в общем варьируйте принцип как приготовить я вам покажу а дальше вы уже сами значит куриную грудку нужно порезать такими тоненькими полосочками вот так потому что блюдо готовится достаточно быстро в общем тоненькими такими полосочками значит так у оператора получилась накладка не не снять не сняла товарищ не снял процесс как я мариную что покажу добавила я сюда соль соли немного потому что мы потом в процессе будем использовать готовки соевый соус немного соли добавила а черный перец добавила грузинская приправа универсальная щепотка сванской соли сухой чеснок сладкий красный перец если хотите можете добавить имбирь сушеный можете добавить там орегано в общем кто что любит вот я в принципе вот такие приправы готовы сюда я еще добавила буквально чайную ложку оливкового масла и все тщательно тщательно все перемешать чтобы в каждый кусочек был в приправе и вот так вот и оставить на полчаса прошло полчаса сковородку ставим на огонь и здесь у меня там две ложки растительного масла так сюда мы добавляем сейчас две ложки кукурузного крахмала вот попробуйте именно с кукурузным крахмалом но если нет кукурузного я не знаю кто не на дюкане можете на картофельный использовать я вот в принципе вот в готовке картофельный практически не использовала крахмал поэтому ничего не могу сказать и вот так вот все перемешайте чтоб каждый кусочек получился обваленный в крахмале кто-то делает в пакете насыпает крахмал в пакет туда закидывает продукт я не делаю так мне вот так удобно поверьте это вкусно вот что-то приготовить обвалять в крахмале в кукурузном получается такое в общем достаточно хрустящее кляр не кляр как это назвать я даже не знаю знаете добавлю наверное еще полу ложечки сюда и крахмал в процессе готовки кто-то там обваливает всегда в муке там и все они никогда мы больше по-другому не делаем поэтому попробуйте крахмал не горит и когда будете готовить не будет вот этого кто-то готовит обваливает в муке но поверьте вот крахмал когда вы обваливаете в крахмале крахмал не горит так все масло разогрелось выкладываем вот чтобы такой в один слой это получилось и сейчас ждем пока с одной стороны курочка обжарится и тогда будем переворачивать пока курочка обжаривается можно сделать просто арахис очистить и порубить можно добавить вот как я в данном случае у меня паста постара часовая у меня с кусочками арахиса в общем я делаю так вот такая щедрая ложка ну столовая ложка и добавлю сюда немного воды вот буквально столовую ложку воды и нужно этот эту пасту растворить если вы не идите арахис просто не добавляйте его и все добавлю еще немного воды курочка тем временем готовится вот такая должна быть масса чтобы она вылилась у вас сковородку так смотрим курочки вот она обжарилась переворачиваем вот до такого состояния это буквально прошло на минуски 3 вот так и обжариваем с другой стороны так теперь мы сюда добавляем арахисовую пасту примерно 2 столовые ложки соевого соуса и кунжутные семечки и все хорошо перемешиваем поверьте аромат стоит потрясающе приготовьте обязательно не пожалеете да да девочки всем кому я уже успела рассказать этот рецепт вот я специально в общем-то для вас готовлю чтобы все это было наглядно как это быстро и как это просто насколько это аппетитно выглядит насколько это вкусно но все оставляю делаю огонь поменьше оставлю еще минут на пять и блюдо готово вот такое блюдо получилось подавать его сегодня буду с рисом рис мы заправим соевым соусом а что про него рассказать отварной рис ну для лёши все что я готовлю особенное ну в общем то я многим уже в личных беседах рассказывала как я готовлю рис на самом деле у меня получается всегда рассыпчатый всегда вкусные ароматные если интересно я конечно в следующем рецепте где-то там ну покажу как я его готовлю в общем блюдо очень вкусно приготовьте не пожалеете мы всем желаем здоровья худейте с удовольствием всем пока пока спасибо 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...